Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нет, конечно, сегодня у тебя не чувствует настроение. Нет, нет, всё же нормально. Это просто вопрос собранности. Да, она просто умеет собраться. Не распыляется на нас с тобой. А у нас не надо, мы его не достали. Я, по всему случаю, точно. Не могу утверждать за вас, Александр Васильевич. Размерно больше влезло немножко? Я тоже. Влезло, да. Или так, тяжко. Даже чуть-чуть? Ну, да, там, ой, скорость некогда. Я понимаю, Антана. Может, это в плейбой можно прямо. О, сейчас так и сделаем. Ну, что-то зашопите нужный сайс. А вот тут и сюда и сюда шайки. Не надо. Ваша прелесть, она у него. Конечно. Зачем они тут нужны? Не нужны эти стандарты. А вот это? Да. Исторически он возьмет для солдат на фронте. Он удовлетворяет самым таким низкопробным вкусом. Там же бабы все... У них даже тренд какой? Девушка лишенная интеллекта с большими формами, с тяжелой жопой. То есть такой рабочий крестьянский вкус. Не элитный журнал-то ни разу. Вкус-то не аристократический. А ты же из такой сферы совсем не рабочий крестьянский. У тебя же тема-то какая. Изначально. Даже твоя собственная. Это передача с Валянием Яковсоном. Театр у нас есть. Говорят, значит, с 18 по 22 год американский Красный Крест на кораблях возил детей маленьких, которые голодали. Да-то во Владивосток. Это еще правда было? И... На кораблях во Владивосток? Да. Или из Владивостока? В Владивосток. А дальше? Ну как-то вот они тут... Это сказано было, что это чуть ли не кругосветное путешествие. Потом возвращались. А почему может быть? Это все, видимо, с камерой связано. Ну, от голода. Ну, как бы, мотивировали это от голода. Может, это шпионов растили? Потому что потом это давали обратно в русские семьи, скажем. О-о-о. Вот они выросли, сейчас и как раз мутят воду. Их внуки сейчас и мутят воду. И не язык сейчас. Это все продумал Черчилль в восемнадцатом году. Я знаю. Высоцкий не зря пел, наверное, друзья. Я думаю, что это теория Заку. Из Владивосток фантастики. У нас жизнь более дорогая. Сейчас. Ну пока очень хорошо разговаривайте. Отключай. Замутая вещь, чтобы верить во все эти вещи. Нет. Куда-то кого-то вывозили. Так а наши корабли из Испании вывозили детей. Ничего. А потом из них делали интербригады. Из этих детей из испанских. Для подрывов. Для подрывов. Испании. Да. В Одессе вырос. Совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете. И не только из Испании. Ведь интербригада. Ведь интернационал существовал. Первый, второй, третий интернационал. И Коминтерн. Штаб Коминтерн. Существовали ведь не просто так. Это мировая революция. Для этого все и готовы. Абелла Кун. Кто такой. А землячка. Да черт русов. Сколько вон их. Всякие Сантьяго и Кубы. И так далее. Поэтому. Тут у нас своих грехов столько. Что знаете. Нам на американцы смотреть. Они нам меньше нагадили. Чем мы сами себе нагадили. Вот по большому. Мы вот. Единственная. Хорошая вещь. Которая. Вернее не единственная. Не хорошая вещь. А которая. Ну такая вот. Все объемлящая. Я могу сказать. Потому что другого уже не давали ничего. Потому что. Мы сами себе злому не воротили. Вот. Мы сами себе враги. Сами. Никто. Никто не делал нам хуже. И больше плохого. Чем мы делали сами себе. И своему народу. Вот и все. Причем это с временного нагрузка. Начинать. Никто. Никто нам ничего плохого не делал. Ну то есть пытались дальше делать. Но мы делали себе хуже. Нам надо сами. Потому что. Посмотреть даже что сейчас творится. И застрелиться. Мы сами себе. На зло бабушке отморозим уши. Страшно отмораживайте. Кто-то хочет. Кто-то видит в эти теории. Я лично. Я считаю что это и якин. не могу. Говорить мне о том что. А везде так в мире происходит. Мне не волнует что везде так происходит. Меня волнует что здесь происходит. Что здесь происходит. Что с американцами. Кто с китайцами. Кто с американцами. В результате все равно победят китайцев. И все равно победит. Возможно. Конечно. Уверен. И. Китай сейчас. является самым основным рынком вообще для всего. Мало того что он производительный рынок самым большим. он еще самый большой потребительный рынок. Потому что. Почти 60% всего мирового производства продуктов питания и много, много, много чего другого, интеллектуального социума, уходят именно в Китай. И сегодня с Китаем вообще не очень много. Потребителем является именно Китаем. Нет, почему? Мы проживем здесь в Китае. Просто, поймите правильно, начиная с 90-го года, даже чуть пораньше, до нас это подходило в 1991 году, когда началась, так называемая, вторая научно-техническая революция, внедрение компьютеров массовое, и, вернее, ну, практически все нормальные годы, сложно сказать, нормальные. В общем, хорошо, кому надо, те это прекрасно понимают. Но проблема теперь заключается в том, что с этим сделать ничего невозможно. Потому что, точно так же, как у нас, население развращено идеей не работать, а идеей воровать, присоцаться к власти и деньги любым путем, не зирая ни на что, в общем, как жить в мире, китайским, ну, или, если назовем, азиатским трудом. И никто уже не будет ничего делать. То есть, вернуть производство тех же телефонов в Америку невозможно. Ну, просто там просто не в нем некому будет работать на это производство. То есть, вы завод построите, ну, а дальше что? Кто будет? Ревезется китайцев тех же самых. Так ведь они, вы не сможете им платить те деньги, которые платите им в Китае. И проблема заключается не только в самом, непосредственно, Китае или еще чем-то. А проблема заключается еще в определенной, определенной проблематике, климатической, так называемой, территории. Ну, были ли кто их в Восточную Азию? В Таиланде там, да? В Китае. В Китае. Вот. Ну, Китай, он большой разный, да? Вот. Но, как бы то ни было, все равно там огромное количество территорий находится намного южнее, чем у нас. И нет такого, такого, вот представьте себе ситуацию, да? Вы же, ну, Питер, да? Или, там, Норильск тот же самый. Вам надо отопить город Норильск. Приходит с инстерна, с мазутом. У вас на улице минус 40 градусов. Вам надо, чтобы этот мазут был в печи, надо его сначала разогреть до температуры, до текучести, а потом уже обогревать. То есть, дополнительные энергетические затраты, да? Человек, который живет при минус 40 градусов, ему надо унты, валенки, фулук, много жирной и калорийной пищи, потому что, да, вам надо еще не выжили. Шерсть, одеваться, все ели и были сыты и довольны. Понимаете? Я помню, я с Васей на Филиппинах одной бутылкой рома сыт был. Да. Да. Все, ребята, давайте. Вот так вот. Не знаю, не знаю. У меня аппетит был на экваторе всегда отличный. Не знаю, как там у кого, сколько у Васи на Филиппинах. Перехол. Я, правда, по три месяца не жевал. В таких краях, но по два бывало. Так что, знаем, что такое климатизация. Аппетит не проходит. Если он есть. Так. Наверное, стоя, да, это все надо делать? Да, изначально. Я даже не знаю. А может, вместо ее? Да, может, пока ее. Сейчас я. Не знаю. Не знаю. Это какой-нибудь еще. Какой-нибудь, типа, юбич, да? Нет. С капюшоном не ставят, да? А, здесь... Есть, есть. 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 Субтитры создавал DimaTorzok